владислав какие тренды ценообразования сейчас наблюдаются в ритейле есть один давний тренд который давно развивается это конечно усиление влияния промо некоторых категориях промо активность доходит до 80 до 90 процентов мы все понимаем что это нездоровая но по-прежнему промо является одним из самых эффективных инструментов там развития продаж но в связи с развитием технологии я вижу новый тренд который многие ритейлеры сейчас используют это развитие динамического ценообразования это движется технологиями прежде всего во-первых появляются эксперименты с электронными ценниками и это позволяет проводить больше экспериментов с ценами и во вторых все больше и больше ритейлеров идут в онлайн а в онлайн в принципе есть возможность менять цены как говорится на лету поэтому мы это замечаем и это сейчас основной тренд в том как как выстраивается ценовая политика а у кого электронные ценники появляются просто я последний кейс слышал что наоборот от них отказываются потому что это экономически невыгодно да электронные ценники в россии тяжелый бизнес кейс и много идет дискуссии в индустрии как найти подход но тем не менее определенные эксперименты в определенных сетях проводятся и у нас в том числе есть в двух торговых центрах электронные ценники и мы сейчас ищем бизнес-модель за этим чтобы понять как это работает то есть если будет успешно будет и масштабируешь потому что оптимизация значительно время уходит у персонала на смену ценников во первых во вторых от того что иногда мы что-то не успеваем это приводит к снижению удовлетворенности клиентов то есть понижению лояльности и так далее то здесь бизнес кейс такой более длинный и его нужно чуть-чуть подождать чтобы увидеть вот это повышение лояльности и посчитать экономический эффект если говорить о ценообразование оптовым и розничным для клиента и поставщика вот в чем разница для клиентов мы имеем возможность разделять наши цены по каналам это прежде всего связано с тем что в нашем формате мы идентифицируем клиента то есть мы знаем кто является нашим покупателем всегда и можем предложить ту цену которая является оптимальной для того или иного сегмента ну то есть грубо говоря уровень розничных цен он всегда выше чем уровень оптовых это логично потому что наши профессиональные клиенты занимаются например перепродажи или использование в производстве это требует другого уровня доходности соответственно мы так вот разделяем и это не только по идентификации но и по объема то есть наша программа вот оптом дешевле она позволяет собственно получать при покупке от объема сразу без дополнительного согласования с какие-либо с какими-либо менеджерами профессиональную оптовую цену инициатива государственная которая сейчас проводит пытаясь сопроводить в плане чтобы ограничить рост цены на какие-либо товары либо но как правило третейлеров требует ужать маржу если мы хотим цену цену удержать на каком-то уровне как вы считаете в какой-то долгосрочной перспективе так чему может привести я понимаю зачем государство это делает то есть это вызвано заботой о падении доходов ну реально располагаемых доходов населения и государство пытается защитить ту малоимущую часть населения ограничивая рост цен однако в долгосрочной перспективе по всем экономическим законам это может привести исключительно к дефициту поэтому мы призываем и в нашем диалоге с государством мы призываем использовать другие инструменты защиты малоимущих населения потому что если дефицит то это будет только хуже понятно что те меры которые были при приняты в конце прошлого года они носят очень точечный характер и имели очень ограниченное влияние на наш бизнес и более того это было сделано в некотором смысле правильно потому что одновременно в инициативе участвовали как ритейлеры так и производители потому что не только ритейлер собственно находится в этом процессе в цепочке поставок но и роль производителя имеет важный фактор но те повышения которые мы сейчас видим они мировые связаны со стоимостью сырья и это очень трудно остановить и нужно использовать другие способы защиты малоимущего населения такие как прямые субсидии и так далее есть разные американский опыт например по как они ваучеры прям называются или карточки это вызывает в нашем сознании немножко такую ассоциативную память позднего советского союза и как мы стояли в очередях так далее но это нормальный рабочий инструмент что ты пока ты как государство можешь покрыть вот этот разрыв между реально располагаемым доходами ситуация на рынке с помощью с помощью таких инструментов более точечной поддержки я не призываю сейчас повторить кратко всю презентацию которую вы здесь говорили но все-таки как поле политика сетиметра поменялась касаемо ценообразования что вот вы здесь сегодня рассказывали коллегам и партнерам мы последние несколько лет развиваем нашу мультиканальность в том смысле что мы работаем с разными клиентскими сегментами и в разных каналах доставки в магазинах мы работаем с розничной торговли независимость ресторан и гостиничным бизнесом и мы все больше и больше даем возможность клиентам разных сегментов получать ту цену которая соответствует их потребности например у нас есть платформа где профессиональные клиенты осуществляют заказы мы знаем как кто они это мы предлагаем уровень цен который соответствует ожиданиям клиентов именно профессиональных а для розничных клиентов мы развиваем наши промо активности или программы которая называется у нас оптом дешевле она в принципе доступна всем и если вы для собственного потребления можете закупить коробку ящик воды или алкогольных напитков то это можно сделать по тем же условиям которые доступны даже профессиональным клиентам что-то менять в структуре вот этого скажем так аналитики либо что-то пришлось чтобы вот эти дифференцировать эти предложения для каждой получается группа покупателей да безусловно мы все больше и больше используем те же самые методы машинного обучения анализа больших данных для того чтобы учесть поведение клиентов а также большое количество информации которая нам нужно собирать с рынка о том куда и где что сколько стоит и так далее для того чтобы чувствовать пульс и предлагать ту цену которой клиенты ожидают исходя из рыночной ситуации это большой объем данных и соответственно его нужно чтобы его эффективно перерабатывать нужно использовать автоматизированные системы которые мы внедряем все больше и больше а если говорить о каких-то фокусах а вот в разрезе вашей деятельности метра на ближайшее время на чем сосредоточились метра в целом в целом тоже что вы отвечаете но основной наш фокус сейчас это развитие профессиональных инструментов мы профессиональных инструментов смысле наши цены для битопи клиентов мы все больше и больше делаем предложения все больше и больше сотрудничаем с нашими производителями чтобы программы по развитию продаж были совместные собственно об этом я сегодня говорил на конференции приглашал наших партнеров и производителей активнее пользоваться инструментами которые не промо и у нас есть целый набор таких инструментов и это сейчас мой основной фокус развития вы помогаете вот этим самым партнером разобраться в том как еще они могут с вами взаимодействовать чтобы они поняли что какие-то какие-то еще инструменты им доступны рынок об этом знает вообще как конечно мы мы на каждое мы каждый год правом конференцию для наших партнеров поставщиков где рассказываем что у нас есть плюс вот выступаем на таких мероприятиях где есть производители проводим информационные сессии все наши категории и менеджеры понимают какие у нас есть инструменты то есть мы и в открытом режиме и в переговорном режиме рассказываем что у нас доступно и какие инструменты как работает для того чтобы развивать партнерство с нами во всех каналах спасибо спасибо